Первый областной форум базовых школ Российской Академии Наук сегодня прошел в Северодвинске. Напомним, три учебных заведения по Амуре стали опорными. Руководители и педагоги поделились опытом, а областное правительство проверило, на что потрачены деньги. Николай Цыпь подробнее. Вот эти датчики, они подключаются на компьютер, и с этих датчиков снимается информация. Датчики новые, аппараты пока старые. Но такой симбиоз способен выдавать нужную картинку на проектор. Это кабинет физики в Северодвинском 17-м лицее. В сентябре 2019 года он стал базовой школой Российской Академии Наук. Теперь здесь вместо советских громоздких приборов – компьютеры, что привлекательнее для учеников. Это их язык. И раз это их язык, то они, соответственно, и лучше к этому относятся. У них свои гаджеты, свои смартфоны и так далее, они им пользуются. А вот применить это к физике и заинтересовать – это наша задача. Я думаю, им будет интереснее. В кабинете биологии появились 20 новых микроскопов с подсветкой. А в химической лаборатории теперь есть магнитный смешиватель, с которым не только проводить опыты интереснее, еще и данные получаются более точные. В этом опыте в воду добавили щелочь. Пойдет реакция нейтрализации, которая является экзотермическим процессом с выделением тепла. Если мы туда поместим электронный термометр, подключенный к компьютеру, то мы увидим, что на графике будет изменение температуры. Все это оборудование 17 лицей закупил в 2019 году. Правда, не на федеральные деньги, а областного бюджета. Мы не стали дожидаться установления правил на федеральном уровне и решили начать уже в 2019 году поддержку на региональном. Чуть более миллиона рублей было выделено каждому образовательному учреждению. Ну и вот вы сейчас видите, деньги потрачены не зря. На этот год деньги уже предусмотрены и в большем объеме. Напомним, статус опорных школ РАН получили также гимназия номер 3 и 45-я школа в Архангельске. Всего 108 российских учебных заведений вошли в этот проект. Сегодня представители РАНовских школ области собрались на первый форум, чтобы поделиться опытом. Мы приобрели уже достаточно большой комплект оборудования для проведения исследовательского эксперимента. Наши десятиклассники уже частично, почти все съездили в Центр исследования Арктики. Наш координационный центр именно от Российской академии наук. То есть они знакомятся с учеными, с их возможностями. Цель федерального проекта базовых школ РАН – заинтересовать старшеклассников наукой. К концу года ребята напишут итоговые исследовательские работы и каждую будут курировать настоящие ученые. Николай Цыпь, Юлия Куницкос, Регион 29.